В конце 19 века меняется экономическая ситуация в России. Завершается процесс формирования всероссийского рынка. Страна превращается в единый экономический организм. Кроме того, завершается промышленный переворот, который начался еще в 30-е годы 19 века. Соответственно, появляется много нового в политической жизни. Появляются новые социалистические партии. Партии, которые рассчитаны уже не на крестьян, как народники, а рассчитаны уже на пролетариат. Рабочий класс формируется в России, и, соответственно, у этого рабочего класса появляются свои идеологи, появляются русские марксисты, первые марксистские организации. В стране назревала буржуазная революция. Но революция, разумеется, это драма, это кровь. Революция не нужна была обществу. И в этом отношении нужно было найти какие-то мирные пути решения назревших политических, экономических вопросов. И вот поиском этих новых путей, путей мирного решения назревших проблем, и занимался выдающийся государственный деятель России, премьер-министр России Сергей Юрьевич Викторович. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Сергей Юрьевич Викторович – один из выдающихся государственных деятелей России. Он происходил из трибалтийских немцев. Отец его окончил университет в Дерпте. А сам Витте он окончил в Российский университет и был по образованию специалистом в области железных дорог. В это время для России строительство железных дорог было делом первостепенной важности. Витте отличался способностями большими. И он со временем стал управляющим южно-российскими железными дорогами. Общество южных российских железных дорог. И вот он был там управляющим, то есть занимался строительством и развитием железнодорожной сети на юге России. Вероятно, он продолжал бы и дальше заниматься этим, если бы не один случай, который изменил течение его жизни. В 1888 году на юге России проходил императорский поезд. Царь Александр III возвращался с летнего отдыха на Черном море. И поезд шел через Харьков. И недалеко от Харькова находилась такая небольшая железнодорожная станция, называется Барки. И вот на этой самой станции Барки царский поезд потерпел крушение. Дело в том, что император любил быструю езду. И он приказывал машинистам, вообще организаторам его проезда, как можно быстрее угнать два паровоза, прицеплять к составу. И, значит, на большой по тем временам скорости, 60 км в час, как можно скорее оттуда с юга добираться до Москвы. Но дело в том, что тогдашние железные дороги, которые Витте прекрасно знал, они не выдерживали такой нагрузки. И Витте буквально за несколько дней до прохода царского поезда, он написал министру железнодорожного транспорта целое, так сказать, рассуждение о том, что нельзя государю императору ездить так быстро, потому что это может плохо кончиться, потому что наши железные дороги не рассчитаны на такую нагрузку. И вот на этой станции Барки царский поезд полетел под откос. Полетел под откос, вагоны кувыркались, человек 30-40 погибло, царь сам едва чудом остался жив. И, приехав в Петербург, император вспомнил о том, что ему говорили, что вот есть такое предупреждение, что некий Витте писал, что нельзя государь ездить так быстро. Ну и вот это имя запало ему в памяти. И через несколько месяцев он пригласил, оператор Александр Третий, пригласил Витте приехать в Петербург и занять должность заведующего железнодорожным департаментом Министерства финансов. В Министерстве финансов тогда было все вот это вот железнодорожное дело, поскольку железные дороги у нас строились в основном за счет государства. Витте переехал работать в Петербург, а пройдет еще несколько лет, два или три года, и он получил предложение занять пост министра финансов. Он соглашается, и с этого времени начинается расцвет его деятельности. Как министр финансов он прославился знаменитой реформой, реформой финансовой, суть которой состояла в том, что вводился свободный обмен бумажных денег, ассигнаций на золото, на червонцы золотые знаменитые. То есть, проще говоря, наш рубль становился конвертируемым. Зачем это делалось? Это делалось для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции в Россию. Витте понимал, что нам необходимо развивать промышленность как можно быстрее, потому что кругом военные угрозы, кругом неспокойно в мире. Ну и вообще для развития России необходимо как можно больше иметь промышленности, как можно больше капиталов. Капиталы, свободные рабочие руки и рынок сбыта. Вот то, что необходимо для развития промышленности во все времена. Капиталов в России, как всегда, не хватало. Страна бедная, поэтому нужны иностранные инвестиции, нужны иностранные кредиты. И вот, исходя из этих соображений, ВИТТА устанавливает твердый курс русского рубля, и эта вот знаменитая реформа финансовая осуществлена, была успешна. Далее, знаменитый проект, который осуществил практически ВИТТА, это была постройка Транссибирской железной дороги. 7 тысяч километров. Эта идея была предложена в свое время императору Александру Третьему, и он пришел в восторг, он сказал, что да, вот это то, что нам надо. Эта дорога будет как бы такой стержнем для России, по которому пойдут и грузы, и, если нужно, и войска, и так далее. И поэтому ВИТТА поручено было практически этим заняться. И вот эта железная дорога продолжительностью 7 тысяч километров, около 7 тысяч километров, от Челябинска и до Тихого океана, была построена достаточно быстро по тем временам, потому что ВИТТА был прекрасный организатор. Он сумел организовать работу так, что дело шло не из-под палки, а рабочие были финансово заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее строить тот или иной участок дороги. ВИТТА понимал, что Россия должна быть империей, мощной империей, но ни в коем случае не агрессивной. Для успешного развития нашей промышленности ВИТТА, так же, как и Горчаков, считал необходимым, что нам не следует вмешиваться ни в какие конфликты. И на этой почве у него были очень натянутые отношения с новым императором, с Николаем II. Николай II имел некоторую склонность к таким авантюрам, скажем так, военным. И, в частности, это все проявилось в истории с Японией. Наши промышленники начинают очень грубо, так сказать, дерзко осваивать территории, на которые претендовало влияние, в которых претендовала Япония. Концессии на Ялу там и так далее. Ну и, в конце концов, ВИТТА не смог убедить царя. Война эта вспыхнула, войну эту, как известно, мы проиграли. А расхлебывать пришлось ВИТТА. К этому времени царь уже снял его с должности министра финансов, но он назначил его председателем комитета министров, то есть премьером. И вот ВИТТА получил распоряжение императора ехать на переговоры с японцами. Переговоры эти были проведены в городе Портсмуте, в Соединенных Штатах Америки. Америка решила выступить в роли посредника. Короче говоря, ВИТТА поехал на переговоры с японцами. Переговоры он провел удачно. Оказалось, что он не просто выдающийся экономист, но он и выдающийся дипломат. И, в конце концов, принят был Портсмутский мир, по которому Россия получила половину острова Сахалин, вторая половина досталась японцам. Да, и когда ВИТТА вернулся обратно в Петербург, то царь очень довольный тем, что все завершилось вот так, без контрибуции. Главное, боялись, что заставят Россию японцам платить контрибуцию. А это было бы такое оскорбление, которое пережить просто невозможно. И они это хотели сделать. Но ВИТТА, я повторяю, он сумел повести дело так, что японцы отступились, отказались от этого требования. Ну, половину Сахалина, ладно, значит, журналисты стали называть граф ВИТТА полусахалинский. Но Сергей Юрьевич ожидали еще более сложные проблемы, связанные с революцией 1905 года. Революция буржуазно-демократическая, революция, которая необходима была России для продвижения вперед. Но в то же время необходим был и порядок, нельзя было не останавливать этот хаос. И вот возникает вопрос, как вывести Россию из той ситуации, в которой она оказалась летом 1905 года, когда всероссийская политическая стачка, когда наступает уже конфликт почти что вооруженный. И вот в этой ситуации ВИТТА настойчиво предлагал императору Николаю II пойти на уступки. Царь колебался, его с одной стороны уговаривали быть твердым, с другой стороны уговаривали пойти на уступки. Но ВИТТА в данном случае оказался сильнее. Он не только уговорил императора подписать знаменитый документ, манифест 17 октября, он сам написал этот текст, принес императору и не уходил от него до тех пор, пока не подписал этого знаменитого манифеста. Согласно этому манифесту Россия превращалась в конституционную монархию. То есть создавался парламент, Государственная Дума, и все законы могли получить силу только после утверждения Государственной Думы. Были там еще вопросы, связанные с сословиями. Но, во всяком случае, этот манифест 17 октября, он успокоил часть русского общества, либеральная часть русского общества, наверное, большая часть, она была в этом вопросе довольна таким решением. Понятно было, что это не на 100%, но, по крайней мере, это заслуга Витты, что он нашел возможным уговорить императора, что он все это подготовил. И поэтому, когда Сергей Юрьевич скончался, это было в 1915 году, он был похоронен в Петербурге на кладбище Александра Невской Лавры. На его могиле несколько лет спустя сделана была такая мраморная черная плита, написанная «Сергей Юрьевич Витты». И дальше эпитафия состоит всего из нескольких цифр. 17 октября 1905 года. Вот это лучшая эпитафия Витты. То есть он сделал такую, так сказать, такую вещь, которая могла бы спасти Россию от революции. Если бы не обострение отношений внутри русского общества уже после Витты, то все могло бы пойти по-иному и могли бы обойтись без революции. Но что было, то было. А так Витты был против того, чтобы расстреливать восставших в Москве. Это ему, конечно, не простили. И в 1906 году весной он чувствовал охлаждение к себе императора, он чувствовал, что он стал как бы лишним. И он попросил об отставке. Император подписал прошение об отставке. Витты уехал за границу и занялся тем, чем обычно занимаются отставные политики – писание мемуаров. И вот знаменитые мемуары Витты – это мечта любого историка. Потому что там подробно, детально расписаны события, отношения разных людей к разным событиям. Но там было очень много критики по отношению к самому Николаю II и к правительству, к режиму. Поэтому Витты понимал, что многие захотят поживиться этой рукописью. И он хранил ее в банке, в сейфе. Так что агенты действительно русской охранки пытались похитить эти рукописи, чтобы не дать возможности их напечатать. Но им это не удалось. И рукописи были напечатаны. Мемуары Витты напубликованы были впервые в 1923 году. Ну и сейчас это один из главных источников по началу 20 века. Вот такой вот был замечательный человек Сергей Юльевич Витты. Человек, который понимал главное, что Россия, мощь России должна быть прежде всего экономической. Будет экономическая мощь, будет и военная мощь, будет и уважение. А для того, чтобы страна имела экономический потенциал, для этого нужно обеспечить ей нормальное развитие и в плане инвестиций, и в плане безопасности капиталов. Одним словом, он правильно понимал экономику и правильно видел ее связь с политикой. Вот такой был замечательный наш человек, государственный человек России Сергей Юльевич Витты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова